Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. И мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В мире отмечают Международный день семьи. Жители региона поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Познакомиться с будущими работодателями. В Самарском университете прошел традиционный карьерный пикник. Гордые танцы народов Кавказа. В концертной программе «Выше гор» в АДО приняли участие более ста человек. Футболисты Акрона готовятся к важнейшему матчу в первой лиге. Гонболистки Лады будут бороться за пятое место в суперлиге. Подробности в рубрике «Новости спорта». Сегодня в мире отмечается Международный день семьи. Жители региона с праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что семья – это основа общества, фундамент дальнейшего развития и процветания России. Глава города Елена Лапушкина пожелала всем семьям Самары счастья, здоровья и благополучия. Она напомнила, что этот год объявлен президентом Годом Семьи. Для всех уровней власти семейная политика является основополагающей. Строятся новые детские сады и школы. Развивается здравоохранение. Оказывается, материальная и социальная помощь семьям. Развитию данного направления способствуют национальные проекты. Главное в семье, по мнению россиян, это взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге. Так считают две трети наших сограждан – 66%. И это почти в три раза больше, чем 10 лет назад. За это время опрошенные также стали чаще говорить о таких составляющих идеальной семьи, как счастье, гармония и любовь. А вот благополучие и достаток теперь называются реже. То есть в представлениях об идеальной семье за 10 лет появилось больше внимания к духовной составляющей, чем к материальной. В ответах все чаще стал появляться и новый вариант, не звучавший ранее – общие интересы и совместное времяпрепровождение. Таковы данные опроса россиян, который публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения. Наши корреспонденты тоже провели опрос на улицах Самары и узнали, какие семейные традиции есть у жителей города. Одна из главных традиций, особенно весной, это, конечно же, всей семьей мы едем на дачу, ее убираем, сушим дом и готовим к сезону. Берем всех – теть, дядь, младшего брата. Из раннего, если детства, мы ездили в загородный парк, я родилась на Ленинградской, ну, условно, да, в старом городе, город Самара. И для нас это было тоже таким важным элементом нашей жизни. Ну и, конечно, там просмотры каких-то фильмов, определенная музыка тоже. Мы вот, ну, дай бог увидимся вечером, поужинаем и все, на этом как бы конец. Дача для нас – это все. Свежий воздух, ну, и развлечения какие-то себе делаем, расслабляемся, шашлык обязательно. В основном мы с сестрой, конечно. Это же празднуем праздник, когда она купала. Мы ходим на озеро и на родник, там плетем венки, а потом возвращаемся домой, сидеть у костра и кушать сладости. Вместе там тусить на праздники, отдыхать. Ну и работать вместе бывает иногда. Ну и с утра, так скажем, всем желаем удачи, за чашечкой чая, кофе, ну, как правило, кофе, вот, и уже разбегаемся только, потом к вечеру увидимся. Летом обязательно на природу, за Волгой мы катаемся на великах, кстати, выезжаем туда регулярно. Выпускникам школ Самары сегодня вручили сертификаты на получение единовременного пособия и памятные подарки. Это дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Десять школьников, показавших хорошие результаты в учебе, спорте, принимавших активное участие в общественной жизни. С ними встретились глава города Елена Лапушкина и председатель Самарской думы Алексей Дегтев. С выпускниками познакомилась и наша съемочная группа. Владимир Баранов на церемонии награждения выпускников сегодня присутствовал во второй раз. Два года назад чествовали его внука Даниила, а теперь внучку Катю. Вместе с супругой Владимир взял опеку над внуками, когда тем было 2 и 4 года. Вспоминает, тогда ставили перед собой лишь одну задачу – вырастить хороших и достойных людей. С хорошими людьми. Ну, а потом уже образование, качество образования, естественно, это уже потом. В первую очередь, даже если бы образования не было, и будут они хорошими людьми, это уже успех. Говорят, что вот детство с бабкой за стуль. У них у самих тоже за стуль есть. Они ответственные очень. Постоянно приходят на парады, постоянно у вечного огня дежурят. Ну, и учатся хорошо, помогают. Катя растет патриотом своей страны. Учится в кадетской школе, участвует в парадах и гордится полученными за это медалями. Поступать собирается на филологический факультет, мечтает стать учителем. Я была вдохновлена своим учителем русского языка и литературы Ольгой Викторовной Старцевой. Для меня она всегда служила примером того, как нужно преподносить материалы. Всегда было интересно на уроках. И вот моей мечтой стало стать такой же, как она, и дарить детям не только просто сухие знания, но также, чтобы эти знания им пригождались в жизни. Вопускникам школ Самары из числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, сегодня вручили сертификаты на получение единовременного пособия и памятные подарки. Эти 10 школьников показали хорошие результаты в учебе, спорте, принимали активное участие в общественной жизни. С ними встретились глава города Елена Лапушкина и председатель Думы Самары Алексей Дегтев. Глядя в молодые, такие одухотворенные, красивые лица, понимаю, что эти ребята совсем скоро, очень скоро, даже глазами не успеете моргнуть, как вы будете заниматься развитием, строительством нашей жизни в дальнейшем, нашего города, нашей страны в целом. Конечно, на вас очень серьезное ответствие. Вы закончили школу, по большому счету, это такой первый шаг. Впереди у вас будут и новые победы, и новые неудачи, но такова жизнь, и неудачи нас тоже многому учат. Я просто хочу пожелать, чтобы этих неудач в вашей жизни было меньше, а побед, достижений с каждым годом только прибавлялось. Позади колоссальная работа, она совместная, конечно, она идет от вас, от людей, которые находились и находятся все это время рядом. Конечно, это работа педагогического коллектива каждого образовательного учреждения. В целом городской системы наверняка вы уже обозначили свою дальнейшую профессиональную образовательную траекторию. Поэтому стоит сегодня пожелать максимально забрать на ЕГЭ баллы, чтобы реализовать свои планы. После торжественной церемонии ее участники смогли пообщаться с главой города, задать интересующие вопросы. Ребята рассказали о своих планах на будущее, о выбранных вузах и специальностях. Поздравила Елена Лапушкина и попечителей. Им вручили благодарственные письма главы Самары. Сейчас на территории города в замещающих семьях воспитываются 1860 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выпускникам школ этой категории выплачивается единовременное пособие. В этом году его получат 49 выпускников. С 2010 года выплата была предоставлена 847 детям. Галина Топилина, Виктория Шарая, Николай Епифанов. События. В Самаре благоустраивают подходы к социально значимым объектам. Сегодня ремонт проводили в Кировском районе. Один из видов работ прошел в рамках районной акции «Дорога к школе». Что еще обновили на территории улицы Ставропольска, узнала Полина Челюкова. Для учеников школы номер 168 путь к знаниям станет безопаснее и комфортнее. В рамках районного проекта «Дорога к школе» ремонтируют тротуары, прилегающие к учебному заведению. Ходили в школу по проезжей части. Тротуара не было. Сейчас установлен заново тротуар, восстановлена дорога. Скоро дети будут посещать летние пришкольные лагеря, поэтому благоустройство территории крайне важно, отмечают учителя и родители. Это является, конечно, в первую очередь безопасностью для наших детей, потому что по этой дороге каждый день в школу ходит мой ребенок. В будущем она будет ходить уже спокойно по тротуару, где не будет машина мешать. Самое главное – это безопасность для наших детей. Вместе с пришкольной территорией ремонтные работы сегодня прошли во дворе улицы Ставропольской, рядом с домом номер 155. Он попал в акцию «Дорога к школе», а также ремонтируется по инициативе жителей. Они подали заявку на конкурс по благоустройству, собрали более 50 подписей, и уже к концу недели их двор и пришкольная территория обретут новый облик. Здесь также обновят тротуары и заасфальтируют дорогу. На сегодняшний день, если здесь говорить, подведена подготовка, установлены дорожные борта, подготовлено место для парковок, а здесь будет порядка 45 мест для автотранспорта. Это вполне устраивает всех жителей, которые в этом доме проживают. Проект вышел, жители поддержали, собирали подписи жителей, потому что уже у них была эта дорога. Жители тоже все согласились и прям очень даже дали добро, и подписи собрали, и все, проект у нас пошел. Ремонтные работы во дворе планируется закончить уже к концу недели. Площадь заасфальтированной парковки составит 260 квадратных метров, а дорожного проезда – 530 квадратных метров. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События. На улице Садовой приступили к ремонту тротуаров. Новое плиточное покрытие укладывают на участки от улицы Маяковского до Ульяновской. Это около 5,5 тысяч квадратных метров. Около трети работ уже выполнили. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Новая плитка на участке от улицы Маяковского до Ульяновской, а также пандусы. В Самаре продолжается ремонт на улице Садовой. Работы производятся на средства НАСПроекта «Безопасные качественные дороги». Основные усилия рабочих сейчас сосредоточены на обновлении тротуаров на отдельном участке площадью 5600 квадратных метров. Из них привели в порядок около 2000. На объекте удалили старое покрытие и полностью поменяли основание. Теперь выкладывают новую плитку толщиной 8 сантиметров. Она более качественная, чем до этого, лежала на улице Садовой, так как там есть места с плиткой 4 сантиметра. Это та плитка, которую застройщики укладывали при застройке территории существующей. Плитка проходит по всем требованиям и нормам. Поэтому надеюсь, что данная плитка прослужит не один год точно. Применение современных материалов – одно из основных требований реализации дорожного НАСПроекта. Новая плитка на улице Садовой сделана по последним технологиям и способна выдержать неблагоприятные погодные условия. На заводе установлено самое современное оборудование. Используется немецкая технология при опрессовке бетонной плитки. То есть она долговечная, не боится влаги, замерзания получается, промерзания и устойчива к выкрашиванию. Подрядчик позаботился не только о красоте тротуаров, но и об удобстве и безопасности жителей. На всех пешеходных переходах предусмотрены пандусы. С ними будет легче передвигаться маломобильным гражданам и родителям, гуляющим с детской коляской. Ну вот наши часы, вот здесь вот пока-то, вы видите, вот здесь бордюр, он пониже. А то ведь ходили высоченные бордюрища были просто. И я помню, как коляску-то я возила, боже мой, как чтобы перевести. Ну видна, что заботу все-таки проявляют какую-то, чтобы людям удобнее было. Кроме того, на улице Садовой установили антишумовые крышки люков. Уже уложено новое асфальтобетонное покрытие по всей ширине проезжей части, от полевой до затонной. Ремонт дороги продолжается. В финале будут обустроены газоны. Также рассматривается вопрос об устройстве тротуаров в границах улиц Полевой до Маяковского. По информации профильного департамента, данный участок дополнительно благоустроят, если удастся сэкономить средства во время ремонта на улице Садовой. Не в ущерб качеству. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре ходят 30 бесплатных автобусов. Они заменяют составы на время капитального ремонта трамвайных путей на Новосадовой. Теперь автобусы курсируют от улицы Ташкентской до завода имени Тарасова с интервалом от 3 до 6 минут. На маршрут и транспорт выходят с полшестого утра до 10 вечера. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Платить не нужно. В Самаре ходят бесплатные автобусы, пока на улице Новосадовой идет капитальный ремонт трамвайных путей. Работы ведутся от Барбошиной Поляны до Ново-Вокзальной. Движение трамваев на этом участке перекрыто в оба направления. Отсутствие составов компенсируют бесплатными автобусами. Транспорт курсируют от улицы Ташкентской до завода имени Тарасова с 5.30 утра до 10 вечера. На линию выходят 30 автобусов, которые вмещают в себя примерно 40 пассажиров. Действующее расписание скорректировали с учетом пожелания граждан. Теперь автобусы двигаются с интервалом от 3 до 6 минут. По данным Департамента транспорта, выполнение условий контракта с перевозчиком составляет 95%. 5% это возможные опоздания автобусов из-за дорожного фактора. Возможно, какие-то отдельные случаи поломок автобусов, чуть-чуть расписание плывет. Поэтому вот эти 5% это сюда укладывается. Это очень хороший показатель. Специалисты профильного департамента продолжают контролировать выходы автобусов. Это делается для того, чтобы транспорт приходил на остановки вовремя. Ходят хорошо, вовремя, долго не стоим, не ждем. Замечательно. Ездят хорошо. Я, правда, вечером никогда не ездил, но днем нормально, замечаний нет. За санитарным состоянием автобусов также следят. Ежедневно производят мойку и технические осмотры. Пока жители города пользуются бесплатными автобусами, ремонт трамвайной линии набирает активный темп. Работы на участке от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной планируют закончить в конце июня. Здесь обновят 3,5 километра трамвайных путей. А на втором участке от Нововокзальной до завода имени Тарасова более 2 километров путей. В ближайшее время проведут торги по определению подрядчика на этом участке. После капремонта движение по линии будет более комфортным и ритмичным. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самарском университете прошел фестиваль «Карьерный пикник». Его участниками стали студенты и выпускники университетов и техникумов, а также жители региона, которые заинтересованы в трудоустройстве. 25 предприятий предложили свои вакансии, рассказали о возможности пройти практику или стажировку, чтобы получить реальный опыт, который поможет в дальнейшем устройстве на работу. Подробнее в нашем сюжете. Студент третьего курса Самарского университета Максим Буданов получает из рук волонтера специальную карточку участника фестиваля «Карьерный пикник». Там указаны все компании, которые представлены на фестивале вакансий. Молодой человек уверен, о будущем рабочем месте надо задумываться заблаговременно до выпуска, поэтому и пришел узнать, что предлагают будущие работодатели. Остался всего лишь буквально один год, и ты выходишь из университета во взрослую жизнь, и желательно, чтобы у тебя были какие-то уже знания и мысли по поводу того, кем ты хочешь быть в будущем. А если у тебя будет, как сейчас, возможность вообще поговорить с представителями компании, это замечательно. Всего на ярмарке вакансий представлены 25 компаний и организаций, и не только самарские. Так, специалисты в области авиационной промышленности из Подмосковья целенаправленно приехали искать новые кадры именно на студенческом фестивале, поскольку уверены, у молодых людей более творческий и подвижный ум, и они быстрее адаптируются к современным условиям труда. Молодое поколение студентов – это будущее нашей страны. Студенты должны понимать, что есть реальная работа, реальные проекты, которые могут вложить свои знания, которые получили в университете. В течение дня эксперты проводят различные мастер-классы, помогают участникам фестиваля пройти профориентационные экспресс-собеседования и консультируют по вопросам трудоустройства. У студентов есть возможность еще на этапе учебы познакомиться, пообщаться, определить, какие сферы работы, какие виды деятельности будут интересны. И дальше как раз это уже более тесная история с уходом на стажировки, на практики в эти компании. И, по сути, сегодня такой первый шаг знакомства, который дальше продолжается уже взаимодействием и потом выходами на работу. Еще одно отличие фестиваля. Открывается он не только для студентов, но и для всех жителей города, которые ищут работу. Карьерный пикник уже традиция для Самарского университета. Его проводят два раза за учебный год. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Энергичные, яркие, завораживающие. В Самаре прошел концерт «Высший гор» школы кавказских танцев. Чтобы порадовать зрителей, на сцену вышли более ста молодых танцоров разных национальностей. Какую программу подготовил ансамбль, узнала Полина Челюкова. Наиля Рахмаева занимается кавказскими танцами на протяжении пяти лет. Девушка рассказывает, самое сложное для нее в быстрых танцах, таких как аварский или лесгинский, не сбить дыхание и успеть станцевать все элементы. Наиля уже много раз выходила на сцену, но делится, что волнение и страх что-то забыть все равно присутствуют. Сегодня она, как и многие другие ученики школы кавказских танцев, выступала с программой «Высший гор». Лесгинка мне нравится своими ритмичными движениями. Нужно и плавно уметь, и резкие движения. И вот даже когда ты показываешь народу свое выступление, свои танцы, они пребывают в шоке и просто завораживаются на нашем выступлении. Танец – это, во-первых, эмоции, потому что танцуем и передаем все свои эмоции, мы улыбаемся, мы передаем вот этот весь наш заряд зрителю. И, соответственно, когда заходим в кулисы, все такие уставшие, но зато зритель остается впечатленный с нашего выступления. И ты потом такой думаешь, блин, как это прикольно, ты подарил людям столько эмоций. Вместе с юными танцорами на сцену вышел основатель и руководитель школы танцев Саид Магомедов. Под своим крылом он собрал не только представителей дагестанских народов, но и татар, армян и русских. В концерте приняли участие более ста человек, 30 из которых в составе ансамбля «Кавказ». Выступления ансамбля составили основную программу концерта. За время своего существования школа кавказских танцев неоднократно выступала на конкурсах, где занимала призовые места. Я приверженец фольклора, и мне это очень сильно нравится, потому что именно фольклор передает всю суть танца, всю мелодичность. Все вот это именно благодаря фольклору можно донести до человека вообще вот истинную вот эту сущность постановки каждого движения. Для зрителей также выступил заслуженный артист Республики Дагестан Руслан Гасанов. Инициатором мероприятия выступила Самарская областная организация «Культурный центр Дагестан» при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Футболисты «Акрона» готовятся к важнейшему матчу в первой лиге. Гонболистки «Лады» будут бороться за пятое место в Суперлиге, а самарские баскетболисты среди лучших студенческих команд в ПФО. Новости спорта продолжит эфир. Футболисты «Акрона» готовятся к перенесенному гостевому матчу 24-го тура первой лиги против Ярославского Шинника. В первом круге тольяттинцы переиграли оппонентов 3-1. Всего же это будет восьмая игра между командами. У «Акрона» 4 победы и 3 поражения. Матч имеет важное значение с турнирной точки зрения. Если «Акрон» победит, то за два тура до конца турнира выйдет на второе место в таблице, которая дает право прямого выхода в Премьер-лигу и сможет в дальнейших играх самостоятельно решать свою судьбу, не ожидая сечки от махачкалинского «Динамо». Гонболистки «Тольяттинской лады» будут сражаться за пятое итоговое место в Российской Суперлиге. Они проведут двухматчевую серию против Краснодарской Кубани. В регулярном чемпионате команды провели 4 матча. В трех победу одержали тольяттинские спортсменки. Напомним, «Лада» впервые за 25 лет игры в высшем дивизионе страны будет участвовать в утешительном турнире. Все остальные сезоны обязательно заканчивались борьбой за медали. В Тольятти прошли всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР Виталия Гройсмана. В турнире приняли участие 230 спортсменов из 10 регионов России. Они соревновались по пяти возрастным категориям от самых младших девятилетних до взрослых и в четырех разных дисциплинах. Представители Самарской области собрали больше всех наград – 77 медалей, из которых 29 высшего достоинства. Теннисистки, уроженки Самарской области, не смогли покорить турнир престижной категории в Риме. Выступление на итальянских грунтовых кортах Анастасия Павлюченкова закончила уже во втором раунде. Она уступила Саре Саребе Стармо из Испании – 3-6, 6-1, 5-7. А уроженки Тольятти Диана Шнайдер и Дарья Касаткина добрались до третьего раунда. Диана уступила испанке Пауле Бодосе – 7-5, 4-6, 4-6, а Дарья не смогла переиграть японку Наоми Осаку – 3-6, 3-6. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Открыта регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга», который пройдет с 23 по 31 июля. Это самое масштабное молодежное событие округа, которое традиционно проходит в Самарской области на Мострюковских озерах. Участники будут жить в палаточном лагере, отдельные направления программы будут транслироваться в онлайн-режиме. Чтобы стать участником «Иволге», необходимо до 28 мая пройти регистрацию на официальном сайте форума, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке? Советы врача дает телеграм-канал советского района. Ежедневно нужно контролировать давление и пульс. При отклонении от нормы показателей здоровья следует отложить садовые работы и принять меры. Не пропускать прием назначенных препаратов. Заниматься работой на приусадебном участке необходимо в часы наименьшей солнечной активности, либо рано утром, либо вечером. Чередовать работу с отдыхом. Не перегружаться, работать в удовольствие. Пить больше воды. Обязательно использовать головной убор. При возникновении тошноты, головной боли, онемении лица или конечностей, необходимо позвать на помощь, перейти в безопасное прохладное место, измерить давление и в случае повышения принять привычный препарат для купирования приступа, вызвать скорую помощь по телефону 103. 18 мая в Самаре пройдет ежегодная акция «Ночь музеев», которая традиционно приурочена к Международному Дню музеев. В этом году общий девиз акции «Из поколения в поколение». Всех посетителей ждут увлекательные мастер-классы, тематические лекции, новые фото-зоны, погружение в историю быта советских людей и народов России. Запись на бесплатные городские экскурсии уже началась, напоминает телеграм-канал Кировского района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках, ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok